МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как начинающих, так и уже состоявшихся нуждаются в финансовой поддержке. Кто готов прийти на помощь малым и средним предприятиям? Об этом прямо сейчас. Начинали с табуретов и стульев, сейчас производят кресла, кровати и диваны. На Шумерлинской мебельной фабрике каждый год расширяют ассортимент и географию поставок. Заказы на предприятия поступают со всей страны, хотя и конкурентов на этом рынке более чем достаточно. Чтобы не потерять доверие клиентов, нужно детально изучать спрос, всегда быть в курсе модных трендов, отмечает руководитель завода. Начали мы производство в 2004 году на территории комбината автомобильных фургонов. Оредовали небольшой цех, начали с выпуска одной-двух моделей мягкой мебели. Нужно с каждым годом что-то новое разрабатывать, что-то новое производить, продавать. То есть увеличиваем объемы, увеличиваем доходы, увеличивается зарплата, увеличиваются рабочие места. Рынок спрос диктует свои условия, соответственно, под это приходилось подстраиваться. В 2008 году я приобрел вот это производственное помещение, 2500 квадратных метров. Все станки раньше мы тоже арендовали, но в то время постепенно все это мы приобретали новое. В основном все с помощью кредитов. В активе предприятия большое количество госзаказов. Именно здесь изготовили мебель для зала заседаний Дома правительства. На Шумерлинской фабрике недавно освоили и выпуск театральных кресел. Продукция пользуется большим спросом. На это повлияла и федеральная программа модернизации домов культуры на селе. У нас небольшой, неплохой был большой объем. Это вот школа построена в Перстном крае на тысячу, не ошибаюсь, 1200 мест. Мы туда делали в районе 500 мест именно театральный кресел. В Волгоградской области делали, в Оренбургской области делали, в Иркутск делали. Вот сейчас новый у нас заказ Кемерово. В основном ДК, больницы. Сейчас на предприятии производят порядка 20 моделей для рабочих кабинетов и дома. За качество продукции здесь отвечают. Древесину фабрика закупает только у проверенных поставщиков. Чтобы улучшить прочность, заготовки для мебели подвергают обработке специальными растворами. В 2010 году мы начали производить, сами производить уже деревянные стулья на основе плоской клеёной боковины, которые раньше производились в комбинате автофургонов. Достаточно востребованы сейчас на рынке за счет своей невысокой стоимости. Стул там в среднем полторы тысячи стоит. И надежности. Предприятию не раз оказывали государственную поддержку. За льготными займами бизнесмены обращались в региональное АПМБ. В вопросах развития малого и среднего предпринимательства агентство выступает проводником правительства. Руководитель Минэка Республики приехал на Шумерлинскую фабрику, чтобы оценить качество производимой мебели. Владимир Аврелькин отметил, что у предприятия неплохой потенциал. В перспективе здесь могут быть созданы и новые рабочие места. Очень важно, что рабочие места создаются и здесь. И поэтому роль власти, роль в местном своем управлении, администрации города, частности Шумерли, здесь очень большая для того, чтобы поддержать бизнес в его начинаниях. Компания молодая, достаточно молодой руководитель предприятия, но очень приятно, что амбициозная. Быстро переспосабливаются, перестраиваются на новые рынки. Достаточно активно участвуют в системе государственных закупок. Предприятие переориентировалось. Ну и для нас очень важно, что обеспечивают рабочие места. Сегодня компании получен кредитный, льготный кредит для того, чтобы выкупить новые цеха. Компания имеет план по расширению, еще раз по развитию, по увеличению ассортимента. Поэтому были выделены средства на строительство нового цеха, на его ремонт, на закупку технологического оборудования. Мы всячески будем дальше поддерживать, следить за судьбой, во-первых, ну и поддерживать данную компанию. В последние годы стало выгодно заниматься и выпуском пластиковых окон. На этом малом предприятии наладили поставки в большинство регионов ПФО. Спрос на эту продукцию отмечают предприниматели не снизится еще на протяжении многих лет. Окна первого поколения, которые в Россию пришли в 90-е, они в скором будущем будут меняться на новые, более совершенные технологичные пластиковые окна. Это называется вторая волна, которую мы уже, в принципе, ощущаем. Ежегодно, начиная с 2015 года, люди активно меняют вот эти окна, установленные в 90-х годах. Потому что усовершенствовалась технология фурнитуры, производства, повысились теплоизоляционные характеристики этих конструкций. Развивать дело бизнесменам помогли льготные займы от правительства. Руководитель завода говорит, что кредиты под столь низкие проценты банки не предоставят. Агентство поддержки малого бизнеса сотрудничаем на протяжении уже пяти лет, активно пользуемся займами. На сегодняшний день считаем, что займы, которые представляет агентство поддержки малого и среднего бизнеса, самые удобные, самые доступные. Заемные средства у нас за этот период сотрудничества на разные цели. Это и пополнение основных средств, это и пополнение оборотных средств, это и модернизация основного производства, то есть станков и смежных комплектующих, которые для этого необходимы. Ну и, соответственно, строительство нового здания и помещения. Загрузка компании позволяет выпускать порядка ста конструкций в смену. Ну и за это мы буквально пришли порядка за пять-шесть лет. Предпринимателям в региональном АПМБ предоставляют максимум преференций. Для бизнесменов, работающих в моногородах, предусмотрены льготные программы. Для них есть специальные условия, части процентных ставок. Они намного ниже, чем для других предпринимателей, которые живут и работают в других населенных пунктах. Любому предпринимателю для развития бизнеса необходимы быстрые деньги. Для них у нас срок рассмотрения стоят 8 рабочих дней, это максимум, после подачи документов. То есть предприниматель может запланировать свою работу с учетом этих сроков рассмотрения на работу. Для оплаты контрагентов, приобретения оборудования, автотранспорта, закуп товаров, проведения ремонта. Спрос на микрокредиты для бизнеса растет. Только в районном филиале агентства за последние годы было выдано займов на сумму более 200 миллионов рублей. Вообще эффективно работающий бизнес называют одним из ключевых факторов развития экономики. В Чувашии продолжают улучшать предпринимательский климат и снижать административные барьеры. Бизнесменам республики также станет проще получить государственные и муниципальные услуги. В МФЦ региона расширяют сеть специализированных окон. Представитель строительной компании Мария Можаева в многофункциональный центр приезжает часто, чтобы оформить договоры с клиентами. Раньше эту услугу оказывали только в регистрационной палате. Бизнес-окнам в МФЦ существенно разгрузили очередь. Очень удобно в одном месте получить грамотную консультацию. Во-первых, экономит время. То есть, приходя в одно место, мы получаем сразу возможность подать документы, возможность согласия сделать. Можно прийти, есть специальные отделы, в многофункциональных центрах можно подойти и практически без очереди решить все моменты. Развивать систему одного окна для предпринимателей в республике начали в прошлом году. Ключевая цель этого проекта – снизить административные барьеры и повысить комфортность при получении государственных и муниципальных услуг. Уже сейчас бизнесмены могут обратиться в МФЦ Чебоксар, Шумерли, Канаша и Батревского района. В многофункциональном центре на Эгерском бульваре сейчас действует пять специализированных окон. Посетителям пока доступна 71 услуга. Работаем над расширением перечнем услуг, которые необходимы для бизнеса. В скором будущем будут такие заведены услуги, как услуги ресурсно-санабжающих организаций по техническому присоединению к сетям. Также будут расширены перечень финансово-кредитных организаций и организации, которые составляют инфраструктуру поддержки малосреднего предпринимательства. Уже в первый год реализации проекта в окнах для бизнеса было предоставлено более 5000 услуг. По данным Министерства экономического развития, их качеством удовлетворены 98% предпринимателей. Чаще всего бизнесмены обращаются за финансовой поддержкой, государственной регистрацией права на недвижимость, постановкой на кадастровый учет, за услугой по лицензированию алкогольной продукции. Система предоставления услуг в специализированных окнах отлажена. Предприниматели теперь не тратят лишнее время на бумажную волокиту. Заявитель пришел, зарегистрировался в системе электронной очереди. Его принимает специалист универсальный, предоставляет весь комплект услуг, которые необходимы заявителю. По принципу, как говорится, что он подал документы и в определенный регламентный срок он получил готовые результаты. К созданию единых окон поддержки предпринимателей подключились и банковские структуры. Подразделение столичного МФЦ сейчас работает на базе Центра оказания услуг для бизнеса. К его специалистам обратился и Александр Куприянов. Чтобы пустить свое дело по нужному руслу, молодой предприниматель зарегистрировался на портале «Бизнес-навигатор». Я сюда пришел за услугой регистрации «Бизнес-навигатора». О данной услуге я читал много в интернете. И действительно, что по данной программе я могу найти льготное кредитование, также проверить будущих контрагентов. И там достаточно много тех функций, которые мне в будущем, как молодому предпринимателю, понадобятся. Здесь самостоятельно, сидя дома, за компьютером, возможно все действия произвести. И с минимальным усилием, и с комфортом. Реализация приоритетного проекта продолжится и в текущем году. В 2018-м на базе МФЦ Чебоксар, Новочебоксарска и Чебоксарского района планируется открыть 12 бизнес-окон, в том числе за счет средств из федерального бюджета. А в следующем году еще 10. То есть бизнес-окна МФЦ будут работать во всех моногородах и в столице республики. Это была программа «Экономика в деталях». Мы продолжаем следить за новостями отрасли. До встречи в эфире.